Приветствую всех! С вами НьюСолдат, представляя новое видео на нашем канале. Сегодня мы расскажем о военных хитростях, к которым прибегли ветераны боевых действий, дабы оказаться на шаг впереди противника. Ношение оружия при длительных переходах Во время длительных переходов кладите автомат на руки и сложите их крестом на груди. Так проще нести, да и в случае чего вы легко сможете снять оружие с предохранителя и начать отстреливаться. Правда, если на вашем автомате стоит подствольный гранатомет, то нести станет тяжелее, так как центр тяжести смещается вбок. Ну, война есть война. Надо привыкать. Использование сухих веток в засаде Для того, чтобы в засаде оперативно отреагировать на приближение противника, разложите на тропах сухие ветки. Даже если противник родится словно кошка, треск веток под ногами быстро его выдаст. Ну и когда идете, сами под ноги смотрите. Не только вы такие умные. Грамотный солдат не стоит во весь рост при остановке. Остановившись на марше, тут же присядьте на колено или лягте на землю. Продолжая стоять, вы превращаете в себя в отличную ростовую мишень. Правлять малую нужду тоже лучше, либо сидя, либо стоя на коленях. Хоть и выглядит это не по-мужски, но зато вы убережете свою голову от внезапной пули. Применение трассеров во время перестрелки Последние три патрона в магазине лучше забить трассерами, чтобы светящаяся пуля вовремя указала вам на необходимость поменять магазин. Не знаете, что такое трассер? Это пуля, которая при полете оставляет за собой светящийся след. Ее используют для корректировки огня и стрелкового оружия. Учите матчасть, и это поможет вам выжить. Использование бука для создания укрытия от стрелкового огня. Дерево бук, растущее на Северном Кавказе, не зря называют железным деревом. Ветки диаметром 12-15 сантиметров способны выдержать пулеметную очередь калибра 7,62. Это его свойство часто использовали чеченские боевики, возводя из поляных веток примитивные укрытия. Такой же прочностью обладает и гарп. Не зря ветераны войны Кавказа говорили, что самые ценные породы дерева на войне – это бук и гарп. Небольшой камень может помочь в борьбе с жаждой. Захотелось пить, а под рукой ни капли – возьмите в рот небольшой камешек размером с 10-копеечную монету и пососите его как конфету. На некоторое время это позволит избавиться от жажды. Правда, не переусердствуйте и не пихайте в рот все камни подряд. Способ охлаждения воды в жаркую погоду Чтобы остудить воду в жару, нужно завернуть полуторалитровую бутылку в сырую ткань и выставить ее на солнце. Временами поворачивать и смачивать. Тонизирующее свойство лимонника дальновосточного Лимонник дальновосточный – это довольно распространенное растение, которое можно использовать как естественный энергетик. Оно действительно возвращает жизненный тонус, но у него есть неприятный побочный эффект – лютый сперматоксикоз, так как эффект от него будет лучше, чем от любой виагры. Пожалуй, это единственный совет в нашем топе, который пригодится в мирное время. Польза желатиновых конфет на длительных маршах Бойцы в Ливане, отправляясь в длительный поход, массово ели желатиновые конфеты. Полкилограмма таких конфет и непробиваемый запор на три дня обеспечен. Правда, на гражданке любителей мармеладок может настигнуть та же участь. Важное правило при установке растяжек и мин. Растяжки и мины нужно начинать ставить с самой дальней, постепенно отходя назад от дислокации противника. В противном случае вы можете сами залезть в собственную ловушку. В целом, расстановка мин – это очень сложная наука, поэтому если война вам не родной дом, то оставляйте это дело старшим товарищам. Грязевая маска на лицо – это надежная оборона от комаров и мошек. Комары и мошки всегда доставляют массу неприятностей. Дабы спастись от них, просто намажьте грязь средним слоем на лицо, руки и другие открытые участки тела. Грязь отсохнет, и комары не смогут прокусить вашу кожу. К тому же, это дополнительная маскировка в темное время суток.